Дело 3201, 99-й год. Как велась застройка Нижегородской области? Статистические данные. Строительные фирмы, особенности распределения земель, количество введенных квадратных метров жилья. Ценность, впрочем, не только в содержании, а во внешнем виде документа, который хранит на себе отпечаток эпохи уже далекого, 99-го. Небогато жило областное управление статистики. Для того, чтобы сделать картонные обложки, пришлось использовать обложки старого дела. А распечатки выполнили на переписных листах старой переписи. Индивидуальная перепись, вот переписные листы, вот их взяли черновики и на них распечатали. Но не было чистых листов бумаги. Когда-нибудь историки будущего, наверное, очень удивятся этому. Вопреки расхожему мнению, статистику не сочиняют, ее тщательнейшим образом выверяют. И статистика становится основой для планирования дальнейшей работы. Этот бюллетень о жилищном строительстве стал двухмиллионным документом в архиве Нижегородской области. Это значит, центральный архив приблизился к уровню федерального значения. По данным Росархива, реестр документов нашего региона на сегодня один из самых значительных в стране. Сюда приходят за информацией к диссертациям, подтверждением пенсионного стажа, интересующиеся правдой истории. А трендом последних лет стали запросы, связанные с установлением генеалогического древа. Ольга Алексеевна за годы кропотливой работы с ценными бумагами нашла данные о родных аж до седьмого колена. Сейчас исследуют метрические книги. Это отчеты современных ЗАГСов и ревизские сказки 1834 года. Это что-то вроде переписи для налоговой службы. Сама Ольга Алексеевна завскладом в маленьком городке. Приезжает в Нижний раз в несколько месяцев, на 3-4 дня. Я живу в Саратовской области, в городе Энгельсе. То есть вы сюда приезжаете специально в архив? Да, я сюда приезжаю специально в архив. Потому что вся папина линия здесь. Это очень трогательно, очень волнительно. Когда я только немножко начала делать, собирала дедов, прадедов. И так в это вовлеклась. И поэтому никак не могу остановиться. Это, наверное, уже болезнь на всю жизнь. Я очень благодарна вообще работникам этого архива. Молодцы. Они всегда очень помогают. А удалось здесь всю информацию нужно вам найти? Да. Статус вечного хранения имеют не все документы. И сами организации через отведенное законом время их уничтожают. К примеру, банальные заявления на отпуск. Впрочем, в архиве есть даже документы вчерашнего дня. От глав муниципальных образований и предприятий Валерий Шанцев требует своевременно сдавать документы для пополнения фондов. А от архивистов обеспечивать их сохранность. В том числе за счет создания фонда особо ценных документов. Первое, что надо сделать, это сдать все документы, которые по закону должны храниться. А второе, обеспечить их сохранность. Мы будем иметь возможность через какое-то время представить на обозрение, если кому-то это понадобится, и наши документы. Сейчас в архивах хранилищах находится 161 тысяча особо ценных документов. Хотя, говорят архивисты, никогда не знаешь, какой обрывок станет недостающим элементом мозаики исторической картины. Ксения Дорина, Алексей Калякин, Олег Клинин. Объективно. ННТВ. Ксения Дорина, Алексей Калякин.